Но не только государство помогает предпринимателям в тяжелые пандемийные времена. В Печенском округе при поддержке Норникеля реализованы первые два бизнес-проекта. Еще девять победителей конкурса беспроцентных займов Норникеля готовятся начать работу в ближайшее время. К яркому красному фургону никельчане уже успели привыкнуть. Хозяйка говорит, в первый день работы даже выстроилась очередь. Сейчас ажиотаж спал, но скучать поварам по-прежнему некогда. Для известного в городе кафе стритфуд стал продолжением и развитием бизнеса. Мы там торговали уже шаурмой, хот-догами пробовали. И мы понимали, что мы там не умещались на той кухне с этим меню, но оно востребовано. И поэтому мы эту группу продуктов просто решили выделить отдельно. Изначально фудтрак планировали поставить в поселке Спутник, но согласовать его размещение на землях Минобороны не удалось. Выручила администрация Печенского округа. В результате одним уютным уголком станет больше в никеле. Благоустроим вот эту нашу прилегающую территорию. То есть да, мы сделаем красивые заказали скамейки. Наверное, мы здесь будем озеленять территорию, чтобы это было красиво, удобно для наших покупателей. Перекусить на улице летом в хорошую погоду – одно удовольствие. Зимой в мороз, в Заполярье на это отважится не каждый. Но и на холодное время года у предпринимателя для фудтрака есть план. У нас не всегда по дороге в Мурманск мы можем покушать. Поэтому водители могут спокойно приехать. Мы им упаковали, они сидят в машине, мы им упаковали ту же картошку, фри по-деревенски, наггетсы сделали в дорогу, хот-дог, ту же шаурму. Кофе налили горячий, заварной, прекрасный, вкусный. И упаковали, пока они сидят в машине, мы им за 5 минут 7 собрали им набор, и они спокойно отправились в дорогу. Фудтрак Ирины Ташовой будет не единственная в Печенском округе. Новый для территории формат торговли стартует сразу с нескольких машин. Примерно такие же фудтраки закуплены другим нашим победителем конкурса. Это Андреем Чернышевым, который планирует в ближайшее время открыть такой же фудтрак, поставить в Заполярном и в Печенге. Проводятся мероприятия по согласованию. Но в ближайшее время это будет, получены все согласования. И, скорее всего, в конце июля мы еще два фудтрака увидим на территории Печенского округа. Старт ряда проектов тормозят объективные причины. Так, к примеру, из-за подорожания струи материалов и оборудования, открытие молочной фирмы сместилось на август. У других победителей конкурса есть вопросы с выделением земельных и рыбоводных участков. Самое важное то, что из всех 11 победителей конкурса у всех есть огромное желание продолжить свой бизнес. И это приятно. Убежден, что это будет на пользу округу. Турбаза, гостиница, кафе-пекарня и другие проекты пока в стадии реализации. А вот продукцию цеха по переработке пластиковых отходов уже используют жители округа. Наше производство уже, скажем так, запущено, уже произведены пусконаландочные работы. И да, мы уже можем производить нашу продукцию. Вот она представлена здесь, в Заполярном. Скамейки из песка и пластика получаются прочными и увесистыми. Унести их вандалам проблематично. Они долговечны, не требуют ежегодной окраски и не горят. По крайней мере, у нас поджечь образец материала не получилось. Он лишь слегка оплавился снаружи. Помимо благоустройства мы преследуем цель борьбы с пластиковыми отходами. Каждая наша, скажем так, каждая приобретенная скамейка – это вклад человека в общее дело по очищению территории Мурманской области от вторичного пластика. В одной такой скамье 5000 переработанных пакетов. В планах предпринимателя, когда производство наберет обороты, развивать в регионе раздельный сбор пластика. Это поможет Кольскому Заполярью стать чуть-чуть чище. У меня на футболке новый логотип никеля. Да простят меня за вольность трактовки авторы, но многократно повторенная буква «И» в нем напоминает фигурки людей, из дел которых, как и из проектов победителей конкурса беспроцентных займов Нурникеля, складывается новое яркое будущее заполярного поселка.